Следователи задержали мужчину, который по предварительной информации подстрекал детей к самоубийству. Он работал администратором так называемой группы смерти в интернете. Известно, что от его действий пострадали минимум 20 подростков. Подробности узнаем у нашего корреспондента Михаила Терентьева, он на прямой связи со студией. Миш, приветствую. Так что же это за группы такие и много ли их во всемирной каутине? Даром вас приветствую. Как полагают эксперты, подобных групп в Рунете и во всей всемирной каутине могут быть не просто десятки, а сотни. Сейчас же дополнительные подробности в интересах следствия не разглашается. Уже известно точно, что задержаны. Является администратором так называемой группы смерти во всемирной социальной сети ВКонтакте. Его задержали сегодня в собственной квартире. Следствие полагает, что с 2013 года по 2016 он и его сообщники создали ВКонтакте около 8 сообществ, где пропагандировали тему суицида среди детей и подростков. Уже доступ к этим группам заблокирован. Точно известно, что от рук задержанного и его возможных соучастников погибли 15 человек. И пострадали пятеро. Это те, кто не успели покончить с собой. Вот комментарии представителей следственных органов. На данный момент установлено 15 потерпевших несовершеннолетних, состоявших в группах смерти и совершивших суициды в различных субъектах Российской Федерации. Самоубийства еще пятерых ребят не состоялись. Лучшие следователи были направлены на расследование этого уголовного дела и делали все возможное, чтобы как можно скорее выйти на след злоумышленников. В результате принятых мер, которые в интересах следствия пока не разглашаются, только что в Московской области следователями СК России был задержан первый подозреваемый администратор одной из групп. Вскоре следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте. В этих группах не просто пропагандировали тему суицида, а тем членам, кто подписывался на это сообщество, выдавали своего рода задания, нечто такой злобной игры, где участникам предлагали совершить насильственные действия над собой с нанесением увечья за подобные действия. Участники этих групп получали своего рода очки, что повышало их рейтинг и открывало доступ к контенту. Все с более новой и новой информацией. Сейчас по данному факту проводится расследование, уже точно известно, что имя задержанного Филипп Будейкин, который в социальной сети ВКонтакте имел ник Филипп Лис. Вот такая информация к этой минуте. Ромас. Миша, спасибо. На прямой связи был мой коллега Михаил Терентьев.